Доброе утро, уважаемые трейдеры. Многие спрашивают, где Артем? Куда делся Артем? Верните мне Артема. А я скажу, друзья, не переживайте, Артем к нам вернется на следующей неделе. Ну, а с вами я, Роман, и сегодня продолжим наблюдать за изменениями на рынке. Европейская валюта корректируется по отношению к доллару США в преддверии заседания ФРС, которое состоится в среду. Об этом может свидетельствовать небольшой рост индекса доллар США за последние два дня. Напомню, что индекс доллара США показывает отношение доллара к корзине из шести других основных валют, где большую долю занимает именно европейская валюта. Ожидается, что Федеральная резервная система США сохранит процентные ставки и объем выкупа активов без изменений. Но инвесторы будут традиционно следить за комментариями председателя Джерма Пауэлла, особенно в отношении инфляции, что может вызвать некий всплеск волатильности во время заседания. Как минимум до начала заседания, вероятно, мы будем наблюдать боковое движение инструмента. А в дальнейшем вектор направления могут задать или поддержать экономическая статистика по Германии и еврозоне. Это уровень безработицы за апрель, гармонизированный индекс потребительских цен, использующийся для определения и оценки уровня ценовой стабильности в еврозоне. В целом, восходящий тренд по валютной паре можно отметить действующим, пока евро не станет ниже уровня 1.2020. Валютная пара доллар-иена растет вторую торговую сессию подряд. Это способствует рост доходности казначейских облигаций США, что расширило спред между государственными облигациями США и японскими гособлигациями и, в свою очередь, сделало американскую валюту более привлекательным активом. Сегодня ночью состоялось заседание Банка Японии, где был снижен прогноз потребительской инфляции на текущий финансовый год, так как пандемия продолжает негативно сказываться на потреблении. Как и ожидалось, Банк Японии сохранил краткосрочную целевую процентную ставку на уровне минус 0,1%, а доходность на 10-летних государственных облигаций составляет около 0%. Ожидается, что базовая потребительская инфляция в Японии составит 0,1% в текущем финансовом году, что ниже прогнозов на 0,5%. Из отчета Центрального Банка Японии также следует, что экономика страны, вероятно, восстановится, но уровень активности будет ниже в основных секторах экономики, чем до начала пандемии. В случае необходимости будут предприняты дополнительные шаги по смягчению денежно-кредитной политики. Доллар США торгуется на устойчивой ноте после открытия в Азии и имеет тенденцию к росту в сторону 108,40. Не исключен прорыв этого сильного сопротивления. Поддержка же находится на психологическом уровне 108, за которым следует локальный уровень 107,80. Прорыв сильного сопротивления на уровне 108,40 даст сигнал к тому, что актив может продолжить рост. Что касается нефти, цена барреля Brent на прошлой неделе колебалась в довольно узком диапазоне вокруг отметки 65,5 долларов. WTI около 61 доллара это довольно комфортные уровни даже для 2019 года, причем существенно выше большинства прогнозов на этот год. Для российских нефтегазовых компаний это означает в первую очередь возможность выплаты хороших дивидендов, что серьезно повышает привлекательность всего российского рынка акций. В целом ситуацию на рынке нефти можно назвать достаточно комфортной. Благодаря ограничениям ОПЕК+, потребление нефти и в мире, и в последние несколько месяцев уверенно превышает предложение, что привело к сокращению избыточных резервов. Буровая активность в США еще очень далека от доковидных уровней, добыча также пока не меняется. Так что в отсутствии сильных негативных событий, связанных со спросом, цены на нефть могут очень долго держаться на комфортных уровнях. Также стоит отметить, что дефицит предложения, составляющий по последним данным порядка 2 или 3 миллиона баррелей в сутки, это еще и защита от возможных шоков, связанных с закрытием отдельных крупных экономик. А на этом у нас все, друзья. Всем хорошей недели.